Порой животные попадают в ситуации, в которых им необходима помощь человека. Несмотря на то, что они не всегда получают эту помощь, все-таки находятся добрые люди, которые спасают их из различных опасных и неприятных ситуаций. Сегодня речь пойдет именно о таких историях. Надеюсь, они вернут вам веру в человечество. С вами канал ТопХайп, и сегодня вы увидите, как белка прицепилась к мужчине, прося помощи, а также другие интересные истории спасения животных. Погнали! Это история об очень храброй белке, которая, несмотря на природную осторожность, не побоялась обратиться к незнакомому человеку за помощью. Однажды мужчина по имени Михаил прогуливался в сквере, расположенном недалеко от дома. Вдруг он увидел белку, которая спрыгнула с дерева и начала назойливо возле него крутиться. Такое поведение ему показалось странным, ведь обычно белки ведут себя очень осторожно. Он предположил, что причина может быть в том, что белка просто голодна и таким образом выпрашивает себе еду. Мужчина начал быстро искать в карманах остатки печенья, как вдруг белка ухватилась зубами из-за шнурки на его ботинках и принялась их тянуть в направлении огромного соседнего дуба. И тут Михаил понял, что белка просит о помощи. Ему ничего не оставалось, как последовать за зверьком. Оказалось, что под деревом сидел крохотный бельчонок. Малыш был обездвижен, поскольку его нога была травмирована. Где-то в кустах прошмыгнула серая кошка, внимательно наблюдавшая за всем происходившим. Стало ясно, что она напала на детеныша белки и повредила ему лапку. Мать смогла отбить первую серию нападений и теперь нуждалась в помощи, потому что кошка явно не собиралась уходить. Она выжидала подходящий момент для повторной атаки. Вероятно, белка чувствовала, что может сама не справиться, поэтому обратилась к человеку за помощью. Поразительно, но животное готово пойти на многое ради спасения своего потомства. Парень прогнал незваную гостью и вызвал зоологов, которые вылечили бельчонку-лапу. А после их вместе с мамой белкой вернули обратно в сквер. Сам же мужчина был очень рад тому, что смог поучаствовать в спасении маленькой семьи животного. Теперь каждый раз прогуливаясь по парку, он всегда присматривается к белкам и думает, что среди них наверняка скачет тот самый бельчонок, которого он однажды спас от лап кошки. В одном из индийских лесов произошел необычный случай. Молодой дикий волк, застрявший головой в пластиковой банке, сам вышел к людям. Похоже, несчастный зверь уже не видел другого выхода, кроме как попросить помощи у людей. Первым его заметил фотограф дикой природы по имени Таная Панпалии, который вместе со своей командой делал для своего издания снимки у озера Парадгаон в Нагпуре, центральная Индия. Фотограф увидел, что зверь, попавший в беду, одиноко сидит под деревом. Он не боялся людей вокруг, видимо, просто хотел, чтобы ему помогли. Его голова застряла в пластиковом контейнере. Он был очень слаб, так как долгое время не мог есть, и к тому же в тот день стояла жуткая жара. Все члены команды единодушно приняли решение помочь несчастному животному. Они сообщили об инциденте спасательной команды лесного департамента. Рискуя жизнью, молодые люди следили за волком в течение двух часов, чтобы не потерять его из виду до прибытия спасательной команды. Наконец, прибывшие спасатели аккуратно освободили голову волка. Пленник при этом никак не пострадал. На голове хищника не заметили никаких повреждений. Спасательная операция длилась около трех часов. Параллельно процессу спасения сотрудники поливали тело волка водой, чтобы снизить температуру его тела. Затем настрадавшегося волка выпустили в дикую природу. Он быстро убежал, позже присоединившись к своей стае. Как вы видите, даже дикие животные порой сами приходят к человеку и просят о помощи. И вот еще один из таких удивительных примеров. На этот раз героиней стала Гусени из американского города Цинцинатия. Она прямо-таки знала, к кому обратиться. Когда ее птенец попал в беду, птица прямиком бросилась к машине полицейского. Сержант Джеймс Гиванс обратил внимание, что Гусени долбит клювом в дверь его автомобиля. Такое поведение показалось ему странным, поскольку обычно дикие гуси стараются избегать людей. Гусени клевала дверь его машины до тех пор, пока не убедилась, что привлекла к себе внимание Джеймса. Тогда она отошла и оглянулась на него, призывая идти следом. Полицейский пошел за ней, и птица привела его прямо к своему малышу, который, как оказалось, запутался в веревке. Гиванс и его коллега сначала хотели вызвать специалистов по работе с животными, но никто не смог оперативно откликнуться на их просьбу, поэтому они взялись спасать гусенка самостоятельно. Гусени терпеливо ждала и не вмешивалась, пока Черен распутывала птенца. По словам Гиванса, поведение птицы его удивило, поскольку всем известно, что дикие гуси агрессивно защищают свое потомство, и, как правило, не дают людям приближаться к своему выводку слишком близко. В итоге спасательная операция успешно завершилась, и гусени вернули ее птенца. Иногда молодые дикие животные слишком близко подходят к домам людей. Любопытство вкупе с неопытностью заставляет их исследовать различные вещи, что нередко приводит к печальным последствиям. Так, например, в Австралии кенгуренок-подросток из-за глупого любопытства засунул голову в лейку, и его голова там застряла. Ему очень повезло, что неподалеку были владельцы той самой злополучной лейки. Двое мужчин, Стю и Роб, решили помочь животному выбраться из ловушки. Операция по спасению кенгуренка была непростой. Дело в том, что животному не объяснишь, мол, веди себя смирно, пока мы тебя спасаем. Он может в этот момент и лягнуть, причем довольно сильно. Поэтому мужчины набросили на лейку веревку, а затем уже стали снимать ее с головы животного, оттаскивая его самого в другую сторону за хвост. Однако это не помогло, и тогда спасатели пошли на крайнюю меру и решились разрезать лейку ножницами по металлу. Благо, что животное к тому времени уже устало, ослабло и не брыкалось. Когда лейка была наконец-то снята с головы кенгуру, зверек радостно поскакал в лес. Конечно, шея у него осталась немного травмированной, но это мелочь по сравнению с тем, что он остался жив. Ведь если бы не помощь со стороны сострадательных людей, то кенгуренку бы настал конец. Счастью, все закончилось хорошо. Во Флориде, США, гуляющие по живым кварталам медведей не редкость. В дома, а также во дворы косолапые заглядывают частенько. То же самое произошло и в этой истории. 180-килограммовый медведь заглянул в один из частных домов на берегу океана. Владельцы дома не стали паниковать и решили вызвать полицию для того, чтобы прогнать медведя. Приехавшие на место полицейские пытались пугать медведя, но он не уходил. Тогда было принято решение выстрелить в него дротиком с транквилизатором, а затем вывести зверя в лес. После выстрела медведь запаниковал, побежал в сторону океана и, по-видимому, решил уйти в плавь. Однако, когда косолапый оказался в воде, транквилизатор подействовал, и медведь начал засыпать и захлебываться. Тогда биолог из комиссии дикой природы Адам Уорвик, приехавший вместе с полицейскими, бросился на помощь медведю. Рискуя утонуть, он вытащил на берег. Огромного медведя не позволил ему утонуть. Пока транквилизатор действовал, медведя увезли в привычное для него место обитания – подальше в чащу. Там он пришел в себя и отправился по своим делам. Неподалеку от одного польского города. Фотограф, пришедший к одному из ближайших водоемов, за красивыми кадрами вдруг обнаружил, что в прибрежной трясине застряла крупная птица. Мужчина решила отправиться на помощь к птице и попытаться вытащить ее оттуда. В противном случае животное было бы обречено на гибель. По вязкой тени фотограф добрался до птицы и обнаружил, что это был взрослый орел. Бедняга практически полностью увяз в грязи, и без посторонней помощи он бы не выбрался. Орел позволил человеку взять себя в руки, и мужчина с трудом, но все же успешно добрался до суши, где его уже ждали члены его команды. Совместно со своими же напарниками доблестный фотограф смыл с птицы, налипшую на ее перьях тину. Они накормили орла и просушили его перья, а после благополучно выпустили на волю. Леопарды в Индии часто селятся вблизи населенных пунктов, охотясь на домашний скот. Раньше правительство пыталось реализовать программу по переселению этих зверей подальше от жилища человека, но хищники возвращались на прежние места. Вероятно, они привыкли к легкой добыче. Однако жизнь рядом с деревнями имеет не только плюсы, но и минусы. Для этих мест не редкость такие ситуации, когда дикие звери попадают в глубокие колодцы или другие ловушки. Именно такой случай произошел в одной из деревень в штате Махараштра. Самка леопарда не смогла самостоятельно выбраться из 9-метрового колодца, и тогда ей на помощь пришли экологи из организации Wildlife Source. У них уже был опыт в проведении подобных спасательных операций, поэтому команда сработала быстро и четко. Прибыв на место происшествия, представители Wild Source спустили зверю деревянную лестницу, и пятнистая кошка, которая оказалась 7-летней самкой, смогла забраться на перекладины и отдохнуть. Ведь до того, как ее обнаружили, ей пришлось несколько часов плавать в глубоком колодце, предпринимая тщетные попытки выбраться. Затем люди опустили в колодец клетку, сделанную специально для подобных случаев. После недолгих колебаний продрогшая в воде самка самостоятельно запрыгнула в ящик, и одна из его поднятых стенок сразу же закрылась. Благодаря этому представители организации смогли поднять ценный пятнистый груз на поверхность. В целом, животное не пострадало и никаких существенных повреждений не получило. Примечательно, что голодный хищник не стал нападать на людей или домашний скот, а сразу умчался в джунгли. Видимо, так самка леопардат благодарила спасателей. А вот еще один бедолага, пострадавший от собственного любопытства. Лисенок застрял головой в колесе. Как ему удалось ее туда засунуть? Так и осталось загадкой, ведь его голова была значительно больше, чем отверстие в колесе. Беспомощное животное долго сидело без воды и питья, без особой надежды на спасение. Но малышу повезло. Его случайно нашел один мужчина. Он осторожно погрузил лисенка в машину и привез в питомник, чтобы вместе со специалистами избавить его от колеса. На помощь к зверьку поспешили ветеринары. Они вкололи малышу наркоз, чтобы тот не сопротивлялся, когда его голову будут доставать из колеса. Сделать это было не так просто, но благодаря их профессионализму, в конце концов, им удалось извлечь лисенка из колеса. Затем животному были сделаны необходимые уколы, которые облегчили и ускорили его восстановление. Ветеринары решили оставить малыша в питомнике до тех пор, пока он не окрепнет и не отойдет от шока. Лисенку обеспечили лучшие условия и необходимый уход. После нескольких недель в питомнике он вернулся в привычную среду обитания. Житель Барнаула по имени Иван, возвращаясь с рыбалки со своей собакой, спас провалившегося под лед молодого лося, который никак не мог выбраться из-за под ним. Мужчина уже практически дошел до перехода протоки, когда заметил движение. Судя по размеру полыньи, молодой лось отчаянно барахтался там уже около часа. Иван соорудил лосо из веревки и с третьей попытки закинул его на шею лося. Таким образом, животное удалось вытащить на берег. Лось сильно замерз, и мужчина стал растирать зверя, чтобы тот согрелся. Вскоре животное пришло в себя и встало на ноги. Рыбак сфотографировался с ним на память и отпустил, срезав веревку. Ну а в комменты напишите, приходилось ли вам спасать какое-либо животное хоть раз в жизни. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.